Есть у нас такой момент, для того, чтобы стать членом МАЭС, достаточно ваше вырвание бросить пить. То есть у нас нет членских взносов и так далее. Но я как алкоголик пропил немножко, наверное, денег, как на маленькую погодную авторную лодку. И так же самый каждый член заплатил, член анонимных алкоголиков, заплатил нормальную цену, чтобы попасть в сообщество анонимных алкоголиков. И, естественно, с 12 лет я употреблял, с 24 лет я уже лечился у наркологов. И с тех пор я сам запоев выйти не мог, вообще никак. То есть я мог держаться некоторое время, как говорят, на силе воли, но достаточно было взять первую рюмку и все. Если даже сегодня-завтра я не повторял это все, то через некоторое время я начинал сам себе рассказывать, что теперь я могу логить. Вот я думаю, что те, кто страдает алкоголизмом, и всем это очень знакомо. И основной из принципов программы – это стать честным перед самим собой. Человек, который будет честным перед самим собой, говорит программа, он решит проблему пьянства. Алкоголизм – это болезнь уже пожизненная, она на всегда. А проблему пьянства, употребления люди решат, которые работают по программе и ходят на группы. А что касается процента выздоровления, вот девушка спрашивала, мне что-то так хочется привести такой пример, как отдали мне карту достопримечательностей, которые я хотел увидеть в своей жизни. Но я по этой карте не пошел. Потом будут предъявлять претензии, что я не увидел то, что я хотел. Ну да, там в турбюро, например. И если я буду идти четко по тому, что предлагает программа, то я буду здоровым и я увижу все, что я хотел увидеть. И получу от программы то, что она готова мне предложила с самого начала. Если она очень простая, но при этом она дисциплинирует. То есть вот эти 12 шагов, они дисциплинируют. И само сообщество, сами группы, они очень, как бы сказать, разношерстные. И я учусь воспринимать людей, потому что в своем алкоголизме я сам себя отверг из общества. Тот для меня был плохой, тот плохой, тот плохой. В результате бутылка я, и я один. И когда я прихожу в программу, а у нас в программе на группах, ну скажем так, есть все слои социальные слои населения. Есть бизнесмены, есть врачи, есть военные, есть бомжи, есть заключенные, есть неслушение свободы. То есть есть разные люди, и при этом мы все находим общий язык. У нас завязывается дружба, у нас завязываются социальные отношения. И вообще все сферы жизни проникает вот эта программа. И 12-й шаг, он звучит, достигнув духовного пробуждения, которому привели эти шаги. И мы использовали все эти принципы во всех сферах жизни. Вот. И то, что я научился на группе, в программе, в сообществе, вот, коммуникации с людьми разных слоев населения, вот, принятие этих людей, теплые чувства испытывать к этим людям, я тоже использую на работе и в других социальных сферах, которые есть у меня в жизни. Я вам скажу, это работает. То есть все вот эти принципы, они очень простые, жизненные принципы. В принципе, 12 шагов, можно сказать так, я провинился, но я хочу полностью исправиться. То есть я проанализировал себя, попросил прощения, и впредь буду стараться так не делать. То есть все 12 шагов, они вот этот алгоритм вмещают просто в себя, именно полноценно исправить допущенную какую-то ошибку. Вот. И потом даже в жизни, если случается какой-то, скажем так, неотдуманный поступок, то просто вот эти шаги, они, ну, решают любую, любой вопрос, если это искренняя честь. Вот это делает программа. Спасибо. Немножко обратно.